На этих малышей сложно не обратить внимания. Одинаковые курточки, резиновые сапожки и шапки выделяют их из группы детей на прогулке. Да и держится Тимур, Илья и Глеб Айгубовы пока особнячком, ведь друг друга они знают уже два года и семь месяцев, а этих ребят всего лишь полторы недели. Готовить к новому периоду жизни детсадовскому малышей Айгубовых начали задолго до начала учебного года. Родители в красках расписывали им жизнь в большом коллективе и каждый день водили гулять на территорию детсада. Рассказывали, что будете здесь с ребятками гулять, играть, спать вместе, у вас много игрушек здесь будет. Я очень сильно переживала, наверное, больше них не спала, не ела. Почему-то у меня такое переживание было, что как это все пройдет, мы так готовились, закупки делали, все по списку покупали. Мамино волнение было излишним, обошлось без слез и истерик. Для многих детей первые дни садика – сильный стресс. Они впервые проводят длительное время без родных. Малышам Айгубовым в этом смысле повезло, ведь они, даже находясь в группе, всегда в кругу семьи. Одногруппники мальчишек пока вряд ли осознают, что Тимур, Илья и Глеб похожи как три капли воды, говорят воспитатели. Зато взрослые постоянно задают один предсказуемый вопрос. У нас спрашивают все воспитатели, как вы их отличаете, там маму, ну как вы их отличаете, да, какого, не знаю. Я почему-то уже сразу же на второй день, ну видно, характеры разные, они разные. Глеб у нас такой самый спокойный, он такой ласковый. Он более такой нежный, все в тебе, обниматься. Илья как будто бы самый взрослый. Он кушает более сам, одевается сам, сразу видно. Тим у нас самый шустрый, то есть такое чувство, будто Тим у нас вообще везде. Сразу же бежит к машинкам, он редко плачет, такой лжится сам все. С родителями и воспитателями малыши объясняются жестами, а друг с другом пока на секретном языке, понятным лишим троим. Но постепенно общаться с другими ребятами из группы придется все больше и чаще. Так что родители Тимура, Илья и Глеба уверены, малыши вот-вот заговорят.